Здравствуйте, в студии Родион Архипов. А сегодня по существу речь пойдет о рынке услуг охранных предприятий. А мой собеседник, руководитель частной охранной организации заставы ПФО Сергей Анатольевич Толстых. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый день, Родион. Большое спасибо, что пригласили. И сразу задам вам вопрос вот такой, он немножечко, наверное, для вас с небольшой, наверное, обидой прозвучит. Мне так показалось бы, если бы не задали вопрос как руководителю охранной структуры. Говорят, что на сегодняшний день статус частного охранника, к сожалению, низок. И вот как вы считаете, в чем причина? Рынок, конечно, на сегодняшний день переполнен. И поэтому люди определенного рода, которые занимаются именно в охране, бывает их очень много случайных. К сожалению, рынок действительно перенасыщен. И потребление услуг приводит к тому, что нанимают именно за низкие цены тех людей, которые потом увидим в качестве насмешливых роликов по телевизору. Это факт. Вот я вам объяснил первую причину появления вот этого социального негатива. Но в действительности профессия охранника, это ведь действительно такая же необходимая и такая же деятельность, как и плотники, как столяра, как медработники, учителя и так далее. Как давно на рынке охранных услуг ваше предприятие, я бы назвал, было, наверное, группой компаний, потому что у вас, я так понимаю, много филиалов и задачи, так сказать, грандиозные. Застава ПФО – это единственная просто одна из крейсерных организаций. И на шевронах, лично на моей форме, присутствует именно название. Что такое ПФО? Привожки, федеральный округ. Название это родилось по той причине, потому что мы не планировали останавливаться на территории города Казани, на территории Республики Торстан. Мы уже вышли за пределы нашего субъекта родного, мы работаем в других регионах, присутствуем и, надеюсь, будем развиваться в дальнейшем в других субъектах Российской Федерации. В нашу группу компаний входит несколько охранных организаций, численность которых каждый доходит до 100 человек. И у нас имеется свой учебный центр, то есть мы профессионально обучаем сотрудников статусу и профессии охранника, а также мы обучаем лиц гражданских на приобретение и получение гражданского оружия. А как давно вы на рынке? На рынке мы уже с 2012 года. Почему выбор пал именно на Чуваши? Ребята из Чуваши действительно очень отличаются своей ответственностью к подходу поставленных задач, выполняют ее добросовестно. И, на мой взгляд, если бы такая работа продолжалась в массовом выражении по ГК компании «Застава», я бы был бы только рад. Работает наша организация около 350 человек. А чем вы привлекаете к себе клиентов и в чем преимущество вашего охранного предприятия? Потому что у каждого охранного предприятия, наверное, есть какая-то, я бы сказал, фишка для привлечения внимания. Человек, который выбирает профессию, он должен ей соответствовать. Если законодательством государство мне доверило оказывать охранные услуги и какие-то частичные функции правоохранительных органов, то это лицо должно быть соответствовать лицу сотрудников правоохранительных органов. Должна быть обязательно атрибутика форма, должна быть в организации дисциплины, иерархия и четкий порядок в исполнении своих должностных обязанностей. Все то, что я перечислил, в нашей организации присутствует. И когда заказчик выбирает из ряда нескольких организаций, грубо говоря, свободного выбора, приглашает на собеседование моих сотрудников и сотрудников других организаций. Приезжают ребята в гражданской форме одежды и приезжают мои сотрудники на машинах, специализированных с специализированной раскраской, со спецсигналами и так далее. В форуме возникает вопрос, что случилось, за кем приехали. Когда узнают, что это просто такие же контрагенты и подрядные организации, которые приехали на тендер, естественно, выбор уже, по факту, уже сделан. Всегда я сотрудник МВД, в отставке. У меня около 15 лет оперативного стажа. На сегодняшний момент плюс более 7 лет в должности руководителя и конечного бенефициара группы компании охранных организаций заставок. Да, большинство, я бы сказал, практически 100% заказчиков имеет прямой доступ к общению со мной. И мы всегда имеем обратную связь с заказчиком. То есть малейшее какое-либо пожелание, либо недочет в работе наших сотрудников, мы делаем адекватные выводы и принимаем максимально оперативные меры реагирования по исправлению своих недочетов. Такие, к сожалению, в работе бывают, но это жизнь. Доходы населения падают, соответственно, вырастают факты краж, вырастают уличные грабежи и так далее. Все вытекающие последствия. Это не новое, мы это уже неоднократно проходили. И, к сожалению, наши услуги в последнее время начинают быть более востребованы. Мы уже опровергаем вот этот вопрос, который вначале прозвучал. То есть уважение к профессии, оно остается по факту негативного происшествия, которое с помощью вас раскрывается, предотвращается и так далее. У нас действительно есть ряд дел, которым мы можем гордиться. То, что наши сотрудники задержали серийных воров и так далее на протяжении ряда лет, которые мы отработали. Потому что государство дает тебе лицензию. Ты не только должен зарабатывать деньги, но и приносить максимальный коэффициент полезного действия для общества. Наши сотрудники буквально две недели назад задержали велосипедного вора. Сотрудники УВД выявили то, что пойманный жулик, пойманный, опять-таки, сотрудниками нашей организации, совершил 29 серийных краш велосипедов, подчеркиваю, стоимость которых в среднем составляет около 100 тысяч рублей. Ну, как в пользу и престижу профессии. Этот далеко не показательный случай. Таких случаев у нас несколько. И каждый год наши ребята пресекают и грабежи, и помогают в пожаротушении крупных локальных пожаров в жилищных комплексах и так далее. То есть ребята, как говорится, отрабатывают свой хлеб на 100%. Рынок ведь очень богатый и очень разнообразен. Мы на этом рынке пытаемся за ту же сумму, которую оказывают услуги наши конкуренты, дать заказчику максимальный пакет услуг. Вот одно из наших, я бы сказал, наверное, коньков, то, что мы, в принципе, на крупных предприятиях замещаем службу внутреннего контроля. Не только пропускной режим, не только учет товара материальной ценности, но и непосредственно оказываем выявление и пресечение административных правонарушений. Мы принимаем на работу, мы всех желающих, но есть определенные ограничения. Это лица, ослужившие в вооруженных силах, уже имеющие определенного пота в охранную структуру и не достигших 45-летнего возраста, то есть до 45 лет. У нас набор проводится непосредственно 5 дней в неделю, либо в писаном виде, либо отправляют на наш электронный сайт, на сайт ОПЗастава Собачка Майл.ру, где сотрудники отдела кадров, рассмотрев кандидатуру, с ним связываются и предлагают определенную вакансию, если он подходит по нашим критериям. В моей структуре есть понимание социальный пакет. Не в том обычном формате, который мы понимаем, то есть отчисление зарплаты и так далее. Для своих сотрудников я делаю определенные льготы в плане доплаты им к ежемесячной зарплате по выслуге лет. То есть лицо, ослужившее свыше года, свыше двух лет, получает определенную добавку к зарплате ежемесячно. У нас существует еще внимание поддержки социального приобретения дополнительных улучшений жилищных условий. И на этом фоне мы лицам ежемесячно делаем до начисления зарплаты, если у него имеется ипотечный договор, либо договор на приобретение жилого имущества или лицо недостиглых 40 лет. Надеюсь, вы развенчали немножко слухи о том, что престиж профессии охранника падает. На самом деле, наверное, нет. К этому стоит присмотреться. Я напомню, что сегодня по существу речь шла о рынке услуг охранных предприятий. И в качестве эксперта у нас был руководитель частной охранной организации, которая называется «Застава ПФО». Сергей Анатольевич Толстых, большое спасибо за то, что нашли время. Вам большое спасибо, Арден. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!